Что можно найти внутри образовательного учреждения? Учеников, классы, парты, а еще целый ворох проблем. Единственная школа в поселке Алха Шелиховского района находится, если не в критическом, то уж в удручающем состоянии точно. Почему здание с почти вековой историей до сих пор эксплуатируется, выясняла наша съемочная группа. Улыбки в школах – дело привычное во всех, кроме этой. Когда смотришь на здание в поселке Алха Шелиховского района, хорошее настроение исчезает само по себе. Школа была построена еще в 1930 году, но и сегодня дух того времени здесь повсюду – в классах, коридорах, в санузлах. Если обычная школа начинается со сменки, то школа в поселке Алха вот с такого умывальника. Дети открывают кранчик, моют руки, закрывают его, а потом технический персонал с помощью ведра добавляет сюда воды. 2019 год на дворе. В школе обучается 350 детей. Все они вынуждены ютиться в небольших классах. В здании нет библиотеки, отсутствует актовый зал, а вот спортивный в наличии. Правда, заниматься физкультурой здесь могут только младшие классы. Учителя боятся, что пол не выдержит детей постарше. Все эти проблемы стали поводом для обращения жителей поселка в законодательное собрание региона. Во время рабочей поездки, которая прошла сегодня, председателю парламента Сергею Соколу доложили, что проект новой школы уже готов. Его цена составила около 3,5 миллионов рублей, и это лишь малая часть тех расходов, которые легли на местный бюджет. Сейчас мы еще пойдем получать экологическую экспертизу, сметную экспертизу, техническую экспертизу. Это еще примерно от 500 до 2 миллионов рублей, в зависимости от сложности работы. Это у нас только школа. Как вы знаете, мы школу не имеем права строить на подвозной воде, то есть это только централизованная вода. Это опять же затраты на проект линии водоснабжения и строительство самой линии. То есть это вот еще дополнительный объем работы. Причем это все не будет входить уже в программу по строительству школы. Это мы должны искать деньги дополнительно. В Шелиховском районе все эти деньги удалось найти. Но ведь и муниципалитет вполне можно назвать богатым. Гораздо сложнее ситуация на севере региона. Там тоже нужны школы. Вот только денег на разработку проектно-сметной документации в местных бюджетах нет. А значит нет и новых образовательных учреждений. И это лишь одна из множества проблем. Вот вдумайтесь только в эти цифры. Треть школ в Иркутской области, вот в нашей богатой Иркутской области, не имеют теплых туалетов. Можете себе представить. Сейчас мы еще туалеты здесь посмотрим. Но на северах там минус 50 градусов. Сейчас вот мы разговаривали с Устерлинском. Минус 50 градусов. Дети ходят на улицу. А для того, чтобы вообще полностью по области решить вопрос с теплыми туалетами, нужно потратить 400 миллионов рублей. Из 15 миллиардов, оставшихся на счетах. Нам говорят, что надо экономить деньги правительство. Вот они сэкономили. У нас 15 миллиардов. Получится ли за счет региональной казны помочь муниципальным бюджетам в вопросе разработки проектно-сметной документации, будут обсуждать в ЗАГС собраний региона. Ведь школы и детсады нужны везде, а не только там, где на них есть средства. Евгений Шоев, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова